Ольга интересный вопрос задала. Если все время болеет ребенок 15 лет, в основном болит горло, причина тоже в отрицательных эмоциях и мыслях. Также читала, что различные эмоции вызывают заболевания различных органов. Так ли это? Правильно. Вот Ольга сказала то, о чем я не сказал. Действительно, есть две точки зрения. Есть трех авторов, я знаю. Лиз Бурбо, Луиза Хей и Владимир Жекаринцев. Это российский автор, да. И у них есть даже табличка, где орган нарисован и какая духовная причина это вызывает. Вы знаете, это может быть и, так сказать, используется в практике, но мне больше по душе другая мысль. Сколько болеющих той или иной болезни, столько и причин этой болезни. Поэтому речь идет о том, понимаете, да, то есть нужно индивидуально подходить. Сколько болеющих, допустим, вот болит горло, да, а сейчас у многих болит горло, столько и причин этой болезни. У каждого человека своя причина. Индивидуально. Вот я в силу своей работы занимаюсь психологическим консультированием. Это какая-то вселенная, это настолько вот люди, живущие в одной стране, рядом с друг с другом, в одном городе. Это настолько нюансы, вот психические особенности разные. Что я могу предположить по ребенку 15 лет? Мальчик, девочка и так далее. Ну вот у меня по первому, вот по болезни горла связано с тем, что высказывание. Высказаться человек не может. Прежде всего, в 15 лет надо создать дружеские отношения с ребенком. Это сложно и маме, и ребенку. Потому что, понимаете, по возрастной психологии человек где-то в 10-11 лет, он переходный возраст начинается у него. И вот такая фраза меня всегда поражала. Ребенок уходит из семьи? Я говорю, как уходит? А он уходит, он меняет референтную группу. У него до этого был учитель главный в жизни, до 10-11 лет. До этого родители были. А с 10 до 11, 11 лет и старше, у него становятся сверстники главного. И все, и он не возвращается в семью. Некоторые мамы, когда женят своих детей, они не могут другой женщине отдать своего сыночка. Понимаете? Это вот та же иллюзия того, что он еще в семье. Ничего подобного. Он вот в 10-11 лет начинает уходить из семьи. Но я вот эти вещи говорю, чтобы только, может быть, проверила Оля, да, так сказать, по своему сыну или сын там, по-моему, да? А с парнем общаться. С девочкой. Почему? Потому что парень, конечно, если сохранили отношения с мамой, надо проверить вот эти отношения. Это самое главное. Отношения должны быть дружеские. Дружеские. Я знаю, что очень немногим это удается. То есть, у меня большой опыт работы с подростками, да? Я работал с трудными подростками. Очень большой опыт в этом плане. И я знаю, как часто провоцируют родители на очень такие неблаговидные... Ну, я не буду наговаривать. Я начал вспоминать, так сказать, трудных подростков там и так далее. Ну, в общем, надо поговорить индивидуально об этом мальчике и о болезни горла. В принципе, может быть, если он согласен, надо проверить сердечко. То есть, это могут быть следствия... Я, честно говоря, тут муж врача же, да? И я как бы вот в этой теме тоже пребываю, поэтому я заболевания органов тоже... Но заболевания органов, они как бы ограничены. Почему? Потому что они не дают полной картины. Они к духу не переводят чаще всего. То есть, лечат одно... Вот горло лечим, таблетки забросали, да, так сказать, горло успокоило, все. А на самом деле, на самом деле, вот горлышко у меня вчера начало свербить. Я походил и говорю, и минут 20 просто себя говорил, я здоров, я здоров, я здоров, я здоров. Я завтра встаю с хорошим самочувствием. А завтра... Так, Борис, такой вопрос тогда. Так нужно разобраться все-таки, почему у меня там засвербило в горле? Или достаточно аффирмации? Будет ли это задавить то, что это вызвало? Ну, вы правильно сказали, что лучше разобраться, потому что вы можете пропустить крик. Это шепот. Вот. А теперь тогда вопрос сейчас пришел, спрашивают нас, а почему у меня вот это болит? Как человеку туда состоит, куда можно изобраться? Вот, вы знаете, честно говоря, вот, я еще раз, я чем дальше живу и, в принципе, так сказать, разговариваю с людьми по поводу, консультируй, мне все-таки кажется, что более правильная точка зрения — это сколько людей болеют болезнью, столько и причин. Я согласна с этим. Но давайте мы дадим им инструмент, как они могут определить, почему у них это болит. Ну, речь идет о том, что метод самоуправления разумом — это метод Сильва. Я всегда говорю о том, что это... Вот я не разочаровался, я искренне говорю. Этот метод настолько... Ну, вы сами говорите, что вы читаете книги, это настолько бездонный, это дает такое управление собой. Если человек не умеет управлять собой... Ну, у нас часто занимаются методом Сильва, но не ходят на семинары, постоянно не участвуют, может, в каких-то наших группах, там, клубах и так далее. И эти люди просто вот как бы, ну, читают, говорят, ну, хороший метод, ну, буду заниматься. Я думаю, что им нужен преподаватель, да? И если человек не занимается методом Сильва, надо найти хорошего консультанта. То есть это, конечно, чаще всего стоит деньги, да? Ну, надо опять не проколоться. Ну, Борис, мне кажется, что в наше время болеть тоже очень дорого. Хороший долг. Так что лучше найти консультанта. Просто чем это все копится, и потом в итоге, оказывается, я вижу по своим, ну, там, есть у меня круг бабушки, которые всю пенсию относят вообще. И надо найти консультанта, которому вы бы доверяли. То есть консультантов-то очень много. Психологов – море. Психологические вузы выпускают море людей. Вот. Но могут ли эти люди все дать то, что вы хотите? Тут надо индивидуально выбирать их. Это понятно. Я просто к тому, что я считаю, что метод Сильва – инструмент, который могут себе позволить пройти люди, и в нем есть ответы на очень многие вопросы. Конечно. Конечно. И… Потому что лучше инвестировать в семинары, и в саморазвитие, и самому себе помогать, чем потом болеть. Если только не кричащая, конечно, проблема. И в то же время, я напомню, что у нас есть возможности какие. Мы повторные семинары отпускаем за меньшую плату. Это Сильва придумал, да? Так ведь? Да, Сильва. Сильва придумал. Это специально, чтобы люди повторно проходили. Я бы даже сказала, за меньшую плату, это значит, как будто бы она немножко уменьшила. На самом деле, мы называем это стоимость повтора, которая составляет сколько? Десять? Двадцать. Десять-двадцать процентов. Да, от пятнадцати до двадцати процентов от стоимости семинара. Да, да, да. Чтобы люди могли повторять снова и снова. Я прошла уже, я не знаю, десять-двадцать раз прослушала и программы, и я все равно постоянно что-то новое слышу, понимаю, осознаю и начинаю использовать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.